Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, радиослушатели! Здравствуйте! У нас сегодня совершенно замечательная тема про наши конституции, как вообще быть красивым, как принимать себя таким, как ты есть. В общем, это о любви к себе, о своих прекрасных сторонах, и как же мы должны к себе относиться. Да, но прежде чем мы начнем разговор на эту тему, к нам поступил вопрос, вернее, скорее всего, даже к Анне поступил вопрос, о том, могут ли бабушки и дедушки заказывать гороскопы для своих внуков. Да, хорошо, я отвечу на этот вопрос. На самом деле, да, в этом ничего такого нет, чтобы, если внук несовершеннолетний, и он еще сам не распоряжается своей судьбой и имеет опекунов, то, конечно, бабушка и дедушка могут заказывать гороскоп, но поставив в известность маму. Для того, чтобы нужно понимать законы рода, что у нас есть ближайший человек к нашему внуку, я еще с такой перспективы не смотрела, конечно, ни разу, все время смотрели в обратную сторону. То есть через своего ребенка, когда мы говорим о своем, уже о тех людях, которые после нас рождаются, внуки, правнуки, мы не можем перепрыгнуть, потому что мать, если она есть, если она жива, она непосредственно соприкасается с ребенком, и то, что говорится бабушке, мать должна слышать тоже, то есть она должна это принять и тоже знать природу своего ребенка. Потому что, конечно, есть вот эта вот идея, что более старший человек, он более мудр, и его нужно слушать и уважать, это действительно так. Но и более мудрый человек понимает, что он не может вытеснить дочь и отношений между ним и ребенком. И это нужно учитывать. То есть если все в курсе, и дочь тоже интересуется, то, конечно, брать консультацию для бабушки очень даже полезно, потому что в самом гороскопе, если мы сейчас говорим о бабушке со стороны мамы, заложена такая закономерность. Дело в том, что бабушка по матери это седьмой дом гороскопа. Это то, как ребенок будет формировать отношения с внешним миром. И бабушки очень важны. Потому что через сказки, через какие-то вещи, через свое отношение к миру, к людям, она может заложить в нем какие-то правильные, позитивные моменты, которые потом перейдут во взаимоотношения с супругом или супругой. На самом деле больше всего модель влияет не мамина даже, а бабушкина, по мать. Потому что бабушка по матери это седьмой дом. Так устроен мир. И ребенок растет, как правило, при маме, потому что ему требуется лунная энергия. Ну так заведено, что он получает ее через мать, через женские фигуры. И поэтому в жизни ребенка всегда фигурирует и мама мамы. Это тоже часто бывает, как мы можем заметить, что больше по материнской линии бабушка формирует характер ребенка, влияет на него. Поэтому это важно. Конечно, важно знать, какой он и что она. Мне важно в таком случае для бабушки донести, какой у ребенка седьмой дом. Есть ли у него там проблемы, что он ожидает от нее. И как она может скорректировать свое отношение с ним. И как-то иносказательно бабушки совсем по-другому воспитывают детей. Дело в том, что мама это тот человек, которого ребенка должен, которого надо слушаться. Мамы обычно более строгие, потому что они опекают ребенка 24 часа в сутки. А бабушки более мягкие создания по отношению к ребенку. Они балуют и так далее. Особенно в раннем детском возрасте это очень важно. Это совсем другая модель поведения. И она формирует другие вещи в ребенке. Это нужно знать, разграничивать. Это примерно так я могу ответить на вопрос поверхностно. Спасибо большое. На самом деле ты ответила уже и на второй вопрос о том, какая задача бабушки. Тут еще и вопрос про дедушку есть. Ну, мы, наверное, про дедушек поговорим позже. Но, в принципе, я абсолютно согласна, потому что я очень часто вспоминаю свою бабушку. Она даже ко мне приходит просто так, вот ни с того ни с сего. Я ее вспоминаю, потому что то, что она заложила в меня, я с ней очень много находилась вообще-то на даче и так далее. Это просто вот осталось со мной на всю жизнь. Я еще даже помню, я все время вспоминаю о том, что у нее всегда на тумбочке лежала такая книга, большая книга лекарственных трав. И она всегда пользовалась вот этими разными травами для того, чтобы себя как-то подлечить. То есть знала очень много. И вот я просто знала, что это ко мне переходит. Ну, то есть сейчас я это понимаю, тогда я этого не знала, но вот все ее советы я теперь просто вот использую. И в огороде всегда копалась. В общем, все это пришло сейчас ко мне от бабушки абсолютно точно. Я сразу припоминаю вашу карту. Да. Так, что там водолей в седьмом доме Сатурн управляет. И Сатурн в доме шестом болезни. То есть вот это вот целительство, оно связано с бабушкой. То есть это через бабушку перешло. То есть от нее были такие энергии. Здорово. У меня прям мурашки сразу. Я ее вот чувствую энергетически, чувствую связь, даже хотя ее нету, у меня такое чувство, что она меня просто охраняет. Она есть. Да. Ну да, так оно и есть, конечно. Ну, замечательно. Ну что ж, а, наверное, про дедушек мы как-нибудь поговорим в другой раз? Потому что я думаю, что дедушки тоже имеют непосредственное влияние, да, на... Ну, если есть такой интерес, можно сделать отдельную передачу про бабушку. Как род влияет на нас, как технологически можно посмотреть и так далее. Конечно. Хорошо. Ну что ж, давай перейдем тогда к теме нашей сегодняшней передачи. Что ж там у нас про конституции? Это имеется в виду эрведические конституции, да? Да, в общем, с целью этой передачи мы... у нас, получается, это женский клуб, да, как я поняла. И слушают в основном женщины. И для женщин очень важно принимать себя. Очень важно, важен внешний вид и вообще самочувствие по жизни. В принципе, основная задача женщины – быть в хорошем настроении. Больше от нее ничего не надо. Если она в хорошем настроении, все вокруг получается, и она обладает такой силой, мистической, уникальной, все делать так, как она себе задумает, если у нее хорошее настроение. Вот только при таком одном условии. То есть все складывается вокруг, сообразно ее желаниям, мыслям. И чем более мудрая женщина, чем она больше расслаблена и больше себе несет этой женской энергии, тем больше мир вокруг нее вертится, а не она делает что-то в мире. Получается, что тут должно быть немножко все наоборот по сравнению с мужчинами. И сегодня можно поговорить о том, как принимать в себя свою внешность, потому что это такая большая проблема для многих женщин. Это очень важная. У меня сейчас, на самом деле, я работаю, а я, как у меня коучинг-клайент, есть девушка, которой 16 лет. И, ну, у нее есть проблемы со здоровьем, и, в принципе, скорее всего, внешний ее вид не такой, какой бы ей хотелось, то есть лишний вес, скорее всего, из-за проблем со здоровьем. Но она не за... Ну, на самом деле, она выглядит, как мне кажется, она выглядит очень хорошо. Но она ни за что не хочет воспринимать вот себя такую, как она есть. То есть, может быть, похудеть ей трудно, и это какое-то время займет. Но принять себя в 16 лет, когда вокруг тебя подруги, которые очень худенькие и стройненькие, и порхают, а ты вот такой немножко тяжелее, чем те остальные, очень сложно. Да, вот давайте вот об этом... Давайте. У нас есть разные типы тел. То есть, у нас все складывается из влияния планет. Фактически, все наше материальное здесь вокруг можно разложить, опять-таки, на 7 или на 9 энергий. То есть, 7 — это наши планеты, которые в гороскопе проявлены, основные, мы их знаем. А еще две — это Раху и Кету. Это узлы, о которых мы в прошлый раз говорили. И уникальное сочетание этих энергий, выраженное на определенном поле, поле — это знак гороскопа, то есть, в каком качестве они выражены, через какие качества они себя проявляют, в принципе, и формируют наше тело. И так задумано природой, что тела должны быть разные, потому что не могут все быть худыми или все быть толстыми. Да, было же. И причем мы меняем одежды из жизни в жизнь. То есть, мы можем быть то худыми, то толстыми. И нет никакого смысла не принимать себя. Если сейчас все очень сильно, большое желание похудеть, потом может быть очень сильное желание набрать вес. Потому что есть и такая проблема у женщин — набор веса. Хотя она не так распространена. Но на самом деле, если посмотреть, если вы пышущая жизнью толстушка, то это гораздо лучше, чем очень худощавая женщина, у которой проблемы с набором веса. И, как говорится, легче похудеть, чем набрать, когда есть проблемы с этим. И наша конституция определяется влиянием планет на первый дом гороскопа, называется который либо асцендент, либо лагна. И это влияние, оно может быть разнообразным, но есть основные типы. Можно разбить все тела на семь типажей по планетам. Так, какая планета управляет нашим телом. Вот, допустим, это может быть Венера, это может быть Марс, это может быть Сатурн. И она будет давать разные предрасположенности, во-первых, к заболеваниям тоже, в том числе. Ну и разные вообще типажи внешности. И вот если мы говорим о типажах внешности, сейчас стилисты пришли к выводу, принято уже везде об этом говорить, что нет некрасивых женщин. Есть только неумелые стилисты, как они себя критикуют. Либо есть неумение одеваться, неумение чувствовать свою красоту. И один из самых распространенных сейчас на данный момент методов градировать людей по разным типажам, это типажи Дэвида Киби, ну может быть вы слышали. Я когда-то взяла консультацию стилиста, потому что мне было интересно, как вообще мне одеваться, что мне, какие цвета мне подходят. И это более сложная система. Там он исходил из того, что все организмы, тела держат долю энергии мужской, долю энергии женской. Конечно, если все так же астрологически раскладывается на мужские и женские знаки. И эти доли между собой как-то сочетаются. Энергия инь и энергия ян. И все выходит в несколько типажей. Может быть стиль классический, может быть романтический, может быть стиль так называемый гамин. То есть это такой мальчишеский озорной у женщины, которые с прическами коротенькими. И им это идет. Может быть там драматический тип. И когда мне определили мой тип, я посмотрела свой гороскоп и сказала, ну конечно, какой же другой тип у меня может быть. То есть меня определили как мягкого натурала. Ага, красиво, красиво, натурал. Причем там сравнивается кость, насколько кость широка, рост, черты лица, количество жировой ткани. То есть там что-то все как-то замеряется. Девушка все это у меня замеряла, высчитывала линеечкой с сантиметром. И пришла к такому выводу, что я мягкий натурал. Но если посмотреть гороскоп, я восходящий телец. И она мне еще прислала типажи, которые мне подходят. Первый типаж это барышня-крестьянка. Спасибо, да. Романтический, но натуральный тип. Который подходят этнопринты, которые можно надевать этносережки. Не всем это идет. Ну и конечно, когда смотришь в гороскоп и видишь венерианский тип личности, потому что тельцом управляет Венера. Эта планета как раз таки мягкая, женственная. И сам по себе телец связан с землей, земледелием, пастералью, саморазнообразной. И конечно, он связан с традициями, с любовью к земле. И очень даже логично, что тип получился мягкий натурал. Потому что все получилось по гороскопу. Но это конечно не все. И я поняла, что можно смотреть гораздо глубже уже через сочетание энергии в самом гороскопе. Потому что мягкий натурал, ну это один из нескольких типов. Там, конечно же, в каждой классификации найдутся подтипы, что идет, какие цвета. Бывает мягкий натурал, такие цвета, такие. На самом деле все это видно в гороскопе. То есть на самом деле видно типаж, видно чем может привлечь человек, как ему лучше одеться, женщине. Вот есть, например, восходящие близнецы. Вот такой тип внешности, который называется то ли мальчик, то ли девочка. Ну, они общительные, небольшие, с короткой стрижкой, вот этот гамин. И, как говорят, на них даже менюбка смотрится не вульгарно, а очень естественно. То есть вот есть такие девочки. И они очень молодо выглядят, даже в 40 лет. То есть 25, там, или сколько, ну, уже 40. Молодожалость. Это меркурианский тип внешности. То есть это если, это может быть восходящая дева, это могут быть близнецы восходящие. И Меркурий где-нибудь в воздушном знаке. То есть там все можно по гороскопу прочитать. Как лучше себя преподносить, как лучше одеваться. Даже какие украшения выбирать. И какая символика подходит. У меня была как-то консультация. Девушка выбирала себе, хотела сделать украшение на закат. И консультировалась, специально заказала консультацию, чтобы какой символ ей подходит и будет приносить удачу. Ну, и стимулировать ее. А какие символы имеются в виду? Символы чего? Божественные или это что-то? Ну, абсолютно. Цветы или, да? Змейка. Животные, да, понятно. Ну, она спрашивала, а мне можно змейку, мне можно то, какие символы. Рижутерия изготавливается там на заказ, она хотела себе сделать что-нибудь. А вот там земной шарик можно или что угодно. И тут можно применить фантазию, какие символы для человека очень близки и раскрывают его суть, его сущность. И делать какие-то такие украшения, которые вот, ну, и у нее, кстати, сейчас очень хорошо идет карьера, как я наблюдаю. Я ей сказала, какой-то символ будет хорош для карьеры, такой-то для этого, потому что там в гороскопе работают энергии по-разному. Вот этот символ подчеркнет способность проявлять магнетизм на публике. То есть гороскоп может нам подсказать и как одеваться, и какие носить украшения, и как, что нам может помочь в жизни. То есть то, что нужно подчеркнуть, да, которые хорошие качества, которые немножко, ну, как бы не видны, их надо, которые не хорошие. Надо лучше выражать. Нет плохих и хороших качеств. Есть те же самые качества, но они выражаются более, скажем, экологично, ну, а не гармонично личностям. Дело в том, что в личности может быть диссонанс. То есть если мы возьмем разные знаки из гороскопа, и они проявлены. Давайте я, наверное, начну с того, что есть такие три базовых точки гороскопа, которые можно проанализировать и сказать, какая перед нами личность. Это первый дом флагна, то есть куда попал градус, вот когда вы рождались, восходило какое-то созвездие над восточным горизонтом. И оно определяет вообще ваш типаж внешности, больше всего определяет встроенную модель поведения. Дальше можно посмотреть Луну. Это тоже очень важно, потому что характер всегда на лице. Ум, то, что у нас в уме, отражается у нас в глазах, на лице, в нашей мимике, в жестах. И Луна в очень большой степени формирует наш характер. То есть в каком она знаке, что на нее влияет. И можно посмотреть фокус нашей жизни. То есть ту планету, которая управляет нашим телом, первым домом. Ну, допустим, я сказала, что моим телом управляет Венера. Значит, у кого-то Меркурий, у кого-то Сатурн. И тоже находится она в определенной части гороскопа, в определенных условиях, в знаке. И вот эти три точки, они могут между собой дисгармонировать. Ну, например, возьмем, как бы я такой пример взять. Ну, давайте возьмем Тельца и Стрельца. Это обычно знаки, которые находятся друг от друга, скажем, на 8 позиций от ТН6. Ну, ладно, такие моменты мы не будем говорить. Может, кто-то из астрологии изучает подробно. Это легко понять. То есть у нас зодиак состоит из 12 созвездий. И одно созвездие относительно другого может стоять в дисгармонии. Даже кто изучает, просто гороскоп почитал. Есть пироскопы совместимости. Раки и Стрельцы несовместимы. Ну, есть у нас такое. Потому что Раки домашние, а Стрельцы все время куда-то стремятся. В принципе, об этом же. У вас в самой внутри личности может быть этот диссонанс. Например, вы, подходящий стрелец. Да? Да. Стрелец. Но и у вас занят луна в раке. И вот этот диссонанс есть такой, что одна часть вас идейная, философствующая, куда-то бегущая, склонная к обучениям, к паломничествам. А другая часть вас очень одомашненная, практичная и такая вот тихая, закрытая. Все в дом. И непонятно, как это совместить. Наверное, надо посмотреть, когда лучше бежать куда-то и путешествовать, и заниматься какими-то делами, а когда лучше посидеть дома. И нам, опять же, гороскоп на это ответит. Да, можно и так. Но нужно это в себе принять. Принять, что свои же качества в какой-то степени будут раздражать. И у человека может быть отторжение самого себя, вот это непринятие. Он может сначала сильно критиковать одомашненность, но потом поймет, что это часть его. То есть обычно, что человек критикует, является составляющей его сознания, его вообще гороскопа. Ну, так обычно оно и бывает. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что я очень хорошо это чувствую, воспринимаю. Если я чувствую, что мне хочется побыть дома или даже одной, и никуда не выходить, я с удовольствием это делаю. Или почитать книжку, или просто вообще посидеть и ничего не делать. А если такое ощущение, что вот энергия прет, и надо куда-то двигаться, и что-то делать, то значит надо делать. Это вполне нормально. Да. Есть еще решение, когда мы делаем одновременно. Ага. Это может быть. Человек предоставляет комфорт людям в путешествиях. Ну, вот он соединил два качества. Стрельца и рака. Ну, так и есть. Называется сфера accommodation. Как это по-русски? Ну, да, когда мы снимаем какие-то... Мы даем комфорт. Или мы кормим, кормить в самолете. То есть это может быть стюардесса. Это может быть... То есть она соединит и то, и то качество в себе, и это будет гармонично. И она найдет такой рост занятий, который будет и то, и то удовлетворять. Вот в этом. Я теперь понимаю, почему мне так нравится возить людей, вот, допустим, в Бразилию. Потому что я просто их... Я о них забочусь, и меня это просто настолько... Такое удовлетворение, что другого выше пилотаж, другого лучше не надо. Да. Ну, вот так это может все проявляться и внутри личности. И это может быть выражено в имидже. То есть этот человек будет восходящий стрелец, но он обычно такой высокий, такой подвижный, с длинными ногами. Я просто возьмем стрельца, вот без влияний. Юпитерианская личность, очень философская, идейная. И мы ему просто... Мы этой женщине, да, вот этой женщине. Я писала мужчину, конечно, можно ему... Показываем часть, другую часть характера, которую она может не принимать и не отвергать. И отвергать, но она есть. И как ее вот вместе собрать. А Луна может быть еще где-то. На Луну говорили. Ну, Лагнеш может быть еще где-то, то есть хозяин дома. Да, то есть вместе. И вот эти все три точки, если их объединить, гармонично найти такие пути решения, в одежде объединить в том числе. Да, то есть не просто я мягкий натурал. Все, теперь можно мягким натуралом, можно носить стиль бохо. И можно носить вот такие вот принты народные, сережки. И им это будет идти. Нет, я не только мягкий натурал, потому что я, конечно, телец. У меня, конечно, там, Накшатрам Ригашира проявлено в Лагне. То есть это действительно что-то типа барышни-крестьянки и что-то такое. Ну, другие-то позиции у меня другие. То есть и какие-то вещи, какие-то изюминки можно добавлять, которые вытеркивают индивидуальность. И вот когда женщина оденется так, как в ту одежду, которая подчеркивает ее индивидуальность, у нее улучшается настроение. Это первый приз. Конечно. Она становится красивой. Она сама себе нравится. Это в первую очередь. Тогда и настроение поднимает. Не зависит от веса. Не зависит от того, какой вес. Можно так красиво одеться, что при любом весе будешь выглядеть на все сто. И, кстати, не обязательно худеть. Вот когда женщина понимает, что не обязательно худеть, она, как правило, худеет. Потому что она хочет жить, наконец-то, нормально, а не думать о том, как похудеть. Но она немножко худеет. Это не сразу. Это не как приедете. Но проходят годы, и она понимает, что ей все в ней нравится. Я когда-то пришла к такому пониманию, что мне не надо худеть. Хотя я раньше всегда худела. Я больше не худею. Просто живу как есть и понимаю, что тратить жизнь на это, я все равно не похудею на большее количество килограммов, которые я могу похудеть. И я все равно их наберу обратно. Поэтому тратить на это жизнь я перестала. Я согласна с этим, потому что я тоже об этом никогда не думала. Даже если вес немножко лишний появился, то через какое-то время он уходит. И когда воспринимаешь себя именно такой, как ты есть, когда можешь посмотреть в зеркало утром и сказать, «Я тебя люблю» за свое отражение, то все потом становится на свои места, и жизнь, в общем, прекрасна. И все остальные тебя любят, правда? Да, да. И еще можно сказать, через какое действие человек наиболее харизматичен. То есть это тоже может быть в гороскопе, да, что он, вот, например, кто-то танцует, и вот женщина танцует, и она через что может передать какую-то свою уникальность. Либо кто-то поет, кто-то танцует. Это, конечно, тоже заложено в гороскопе, какая ведущая планета. Талант, то есть, да, какой-то скрытый, который, может быть, сам человек пока не знает. Да, ну вот возьмем восходящего рака. Они все, они внутренние все танцоры, восходящие раки, потому что у них Марс, очень такая позитивная планета, которая связана с физической деятельностью, и они чувствительны к ритмам, потому что это лунный восходящий знак. Восходящий рак управляется Луной. И я обычно говорю, восходящие раки, они любят худеть, потому что они капха-конституция, в основном Луна, она дает капху, и если там нет никаких сдерживающих факторов, вроде аспекта Сатурна на Лагну, там на Лагнеша и так далее, то они обычно худеют, но не могут. Но не могут, потому что это нереально. И я все время советую идти танцевать, потому что, при любом весе, можно пойти танцевать в восходящий рак, и сразу гармонизируется настроение, все сразу хорошо, в зеркале себе нравишься, через какое-то время, может быть, конечно. То есть можно посмотреть тип деятельности, какой подходит. Ань, скажи, пожалуйста, такой вопрос, просто напомни мне, пожалуйста, до какого возраста родители могут делать гороскопы для своих детей? 18. До оборота Асира Ахукета. Время оборачивается, встает на свои места, и перед ребенком, уже не ребенком, становится кармическая проблематика его личная. Все дальше он живет сам, выбирает. Ну, на самом деле, я так думаю, что если вот ребенок, ну, пускай в 16 лет, вроде уже не ребенок, но уже довольно в таком нормальном возрасте, воспринимающем все адекватно, и уже, в принципе, имеющий свое мнение, да, и она, допустим, девушка говорит, а я не верю в астрологию, а мама хочет сделать гороскоп. Может ли мама каким-то образом, взяв, вот, сделав астрологическую такую консультацию, как-то повлиять на свою дочь? Или рассказать ей вообще, что и как? Нет, ну, то есть, по-другому все, на самом деле. Да, да, да. Консультация тогда будет только с мамой, и дочка может об этом даже не знать. Я всегда спрашиваю, вы будете вместе вот с таким подростком консультироваться? Я буду говорить одно. То есть, или я говорю лично, без мамы. Либо я говорю только с мамой, либо я говорю с двумя. Это три разных диалога. Конечно, конечно, я абсолютно согласна. Если дочка не принимает, но она еще несовершеннолетняя, но есть у нее мама, и мама хочет консультацию, то с мамой будет диалог о том, как взаимодействовать с этим ребенком. И никаких рекомендаций относительно того, что надо ей внедрить в сознание, что вот я сейчас астрологию, астрологическую консультацию взяла, вот надо делать так-то и так-то. Да, да, да. То есть, нужно будет маму вернуть к ее задачам жизненным, отставить в сторону дочку, разобрать мамину глобальную задачу по жизни, потом совместить с дочкиной, чтобы она нашла эти пути соприкосновения с ней, а уже относительно не текущей ситуации, а свои глобальные задачи в жизни. Отпустила все, что с ней связано, и тогда ситуация только может наладиться. То есть, тут имеет место уже астропсихология, даже больше, да. Да, астропсихология. То есть, консультируют только, если кто-то не согласен, его, конечно, не трогают. Если он несовершеннолетний. А если он совершеннолетний и не согласен, то тебе вообще никого не трогают. Не трогают, да. Да. Абсолютно. Ну, хорошо, замечательно. Ну, что у нас там еще по поводу наших конституций? По поводу конституций, ну, это по поводу настроений. Да, конституции, они, ну, известно, наверное, всем, это битта, ватта, капха, и сочетания различные между этими типами. Что такое вообще Доша? Доша предполагает, что мы тут все постепенно распадаемся на кусочки. Ну, если уж говорить честно, да, что мы родились для того, чтобы умереть, и наше тело, как оно только родилось, оно начинает... Стареть. Стареть и приходить в упадок разные системы. И Доша означает лишь то, что первым выйдет из строя. То есть такая из энергии более дисгармонирует и выводит весь этот... Все, что у нас в кучку собрано, и сейчас представляет наше тело, что выводит из равновесия. Да, если мы говорим питта Доша, то это значит, что огонь, ну, элемент огня выводит из равновесия всю систему, да, и с ним нужно как-то иметь дело. Ну, для нас просто практически это может быть такая информация, как нам себя вести, как нам кушать, питаться в соответствии с Дошей. Если это Вата, то это будет человек достаточно худощавый, у которого много воздуха, воздух плюс эфир, воздуха много в теле, и будут, соответственно, такие ментальные, ментально нестабильные состояния и так далее. И это будет... И нужно ее как-то гармонизировать, эту Вата Дош, то есть нужно добавлять другие. Ну, это такой медицинский аспект, а вот о чем можно поговорить практично для женщин, это о том, как себя чувствовать в хорошем настроении, и что нужно делать для того, чтобы процветать как физически, так и духовно. Когда мы говорим о духовности женщины, это совершенно не то, что имеется в виду с духовностью мужчины абсолютно. То есть женщина в хорошем настроении, она уже духовна, все это априори. Это ее главная задача. И самое главное, плохое настроение, это самый главный враг. И если мы говорим даже о профессии, о предназначении женщины, то мы должны смотреть на такие стороны гороскопа, которые связаны с женскими планетами. И с Луной, и с Венерой в основном. И вот я использую такую технику, я смотрю в женских гороскопах, откуда женщина получает удовольствие и на чем сосредоточен ее ум. Венера, это принцип удовольствия, можно проанализировать, где находится Венера и посмотреть, как женщина вообще получает удовольствие от жизни. Она может получать очень даже специфические удовольствия. Мало ли, где стоит Венера. Она может стоять в доме смерти, трансформации, эзотерики. И такой женщине очень сложно принять женские энергии в себе, нам позволит себе наслаждаться, потому что она не знает, как. Это либо какие-то тайные способы наслаждения, способы наслаждения открытые. Никто этому не учит. И вот если даже мы говорим о детях, если мы сейчас вот об этом, и мы видим девочку с Венерой в восьмом доме, нужно маме рассказать, как этой девочке совсем восприятие красоты, восприятие удовольствия через сферу восьмого дома идет. Вот через сферу, ну там, через сферу какую-то, ну, поскрытую. Ну да, понятно. Там все скрыто. Не будем говорить смерти. Ну да. Все-таки называется основное значение этого дома смерть, трансформация, перерождение. Когда у нас что-то случается, и очень быстро нас меняет. Да, вот так. Ну, можно... Потом посмотрим, где Луна. То есть, куда прикован ум этой девочки, или этой женщины. И чем мне интересно заниматься, где Луна, тем интересно заниматься. И можно попробовать на консультации найти такое занятие, которое бы приносило удовольствие и повышало настроение. Потому что женщине важно общаться. Венера — это планета общения, социализации. Ну, и важно наполнять свой ум впечатлениями. Все. Вот эти две вещи, в отличие от мужчины, потому что для мужчины это не столь важно. Для него важна Сатурн, карака профессии, планета по профессии, да, которая отвечает. То есть, для него основные планеты, мужские, они связаны с тем, что ему надо чего-то достичь в этой жизни. А женщине нужно сохранить хорошее настроение. Все. Как все просто, оказывается. И самое, мне кажется, очень важно еще, чтобы настроение женщины не зависело от мужчины, который рядом. Как бы хотелось бы, наверное, чтобы кто-то создавал настроение. Но самое главное, то, что у нас внутри, как мы сами можем себе это создать и занимались именно тем, чем нам интересно. Да? Поэтому для женщины губительно заниматься не тем, что приносит ей удовольствие. Если она занимается тем, что не приносит ей удовольствие, все, она не выполняет свои женские функции. Она, значит, теряет, растрачивает свое здоровье. Если она там занимается не той деятельностью, ну, скажем, она бухгалтер, хотя ей это совершенно не подходит, она делает это ради денег. Мужчина может работать ради денег. И он может заниматься тем, что ему не приносит удовольствие. Это вообще не главное для него. Главное достижение и кем он стал, кого он победил, в том числе какие свои стороны он победил в результате этого занятия. У женщин все не так. Насколько она насладилась тем процессом, в который сейчас окунулась, насколько она пообщалась и рассказала еще о том, как себя чувствует. Вот это и я. Это потрясающе. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Видео, кто нас смотрит, вообще будет слушать и смотреть на Ютюбе. Дорогие наши женщины, пожалуйста, найдите занятие, которое вам по душе, которое будет приносить вам удовольствие и радость в жизни. Поэтому что, когда мы, у нас хорошее настроение, то все вокруг нас расцветает и становится ярче и прекраснее. И в то же время мужчины, которые находятся рядом, они тоже... Хотя бы что-то работать. Да. Да. Это вдохновляет. Да. Не работайте. Спасибо. Мне кажется, у нас какая-то проблема со звуком. Я вас не слышу. Так, думаю, что нам... Вот сейчас звук появился, но в любом случае время нашей передачи практически подошло к концу. Спасибо большое, Аня. И, в принципе, нас можно слушать на Sungate Radio, к нам можно обращаться на Facebook, задавать вопросы. Мы всегда рады отвечать на любые вопросы, какие бы они трудными ни были, правда, Аня. Да, по-моему. И, конечно, в общем, нам все доступно, на самом деле. Было бы желание и, опять же, хорошее настроение. Будем поднимать друг друга настроение и себе. Слушайте нас каждый вторник. Слушайте нас с Анной Ласточкиной. Вот по времени Чикаго это 8.30, а в Москве... Что у нас сейчас в Москве? У нас 5.03. Это у нас Эстония, Таллинн. Ну, в Москве так же. Да. Да. Замечательно. Ну, и обращайтесь к нам, дорогие женщины, если вам хочется определить все-таки свое предназначение и понимать, какой стиль, даже стиль одежды, да, правда, они можно в гороскопе определить. Ну, что ж, всего доброго, всем хорошего дня, доброй ночи и до следующего вторника. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok